Здравствуйте! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. У нас очередной выпуск программы «Сила права». Сегодня мы будем говорить на такую тему «Роль прокурора по защите в суде прав граждан и интересов государства». Елена, по традиции нашу программу будете вы открывать и хотелось бы вас спросить, на какую тему и на что мы будем делать сегодня упор в нашей программе. Выпуск нашей программы сегодня посвящен итогам работы органов прокуратуры республики по защите в судебном порядке интересов общества и государства, а также прав и свобод граждан. В минувшем году большая часть заявлений, поданных прокурорами в суды, была направлена на восстановление социальных прав граждан. В основном это в жилищных и трудовых правоотношениях. Это связано с усилением социальной направленности прокурорского надзора и востребованностью прокуратуры общества. В защиту интересов государства и муниципальных образований предъявлялись исковые заявления об оспаривании сделок в отношении объектов федеральной и муниципальной собственности, а также сделок, заключенных с нарушением требований лесного и земельного законодательства. Эффективно использовались полномочия прокурора по обеспечению законности в гражданском процессе в сфере природопользования, при распоряжении бюджетными средствами, при осуществлении государственных закупок. Также прокурорами проводилась целенаправленная исковая работа по возмещению в судебном порядке ущерба, причиненного государству в результате совершения преступлений. Направлялись заявления в суды, направленные на устранение нарушений закона в рамках осуществления прокурорами надзорного сопровождения национальных проектов. Обращение прокуроров в арбитражный суд было связано с пресечением нарушений при распоряжении средствами бюджета, собственностью, а также для устранения незаконного бездействия муниципальных органов власти. Галина Александровна, обращаясь к вам, я хочу у вас спросить. Первый вопрос мой будет звучать так. Каковы на сегодняшний день итоги работы органов прокуратуры нашей республики по использованию полномочий прокурора в гражданском процессе? Я знаю, что у вас там очень много интересных примеров, очень много исков. Хотелось бы, чтобы вы на них остановились поподробнее. В 2022 году прокуратурой Карачаева Черкесской республики основные усилия в гражданском и административном, в области гражданского административного судопроизводства были сосредоточены на решении социальных и экономических проблем, на повышение качества жизни человека, на предотвращение социальных каких-то катаклизмов и, конечно же, на полную реализацию прав и свобод граждан, прежде всего, это несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей. Нужно сказать, что я, как начальник гражданско-судебного отдела, сразу хочу телезрителям сказать разницу между уголовным и гражданским судопроизводством. Если в уголовном судопроизводстве прокурор надзирает за всеми расследованием всех уголовных дел и в суде поддерживает обвинения по всем уголовным делам, то в гражданском судопроизводстве прокурор вступает лишь по определенной категории дел. Допустим, он не участвует в бракоразводных процессах, в дележе имущества, в разделе наследства, но прокурор обязательно участвует в таких делах, как лишение родительских прав, трудовые споры, связанные с увольнением людей, о возмещении ущерба причиненного жизни и здоровью. И поэтому прокурор, участвуя в этих процессах, достигает законности, чтобы решения по этим делам были вынесены законно. Соответственно, и иски. Прокурор не может предъявить любые иски, как могут просто граждане предъявить в суд иски. У прокурора категория исков – это мы выступаем в защиту интересов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, неопределенного круга лиц. Если прокурор защищает конкретных лиц, то, значит, эти лица сами в силу каких-то особенностей не могут защитить свои права. Ну вот за прошлый год нашими прокурорами в суды предъявлено около 2000 исков. Я приведу буквально несколько примеров, чтобы было понятно, о чем иски прокуроры предъявляют наши. Допустим, прокурор города Черкеска предъявил 13 исков в интересах граждан, которые болеют сахарным диабетом. Иски были предъявлены к Министерству здравоохранения нашей республики, к эндокринологическому диспансеру, о том, чтобы они обеспечили этих лиц положенными им бесплатными тест-полосками для глюкометров. Соответственно, все иски были удовлетворены, и Министерством здравоохранения, и эндокринологическим диспансером эти лица были обеспечены этими необходимыми тест-полосками. Кроме того, прокурорами нашими продолжена в прошлом году была работа по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Было предъявлено 29 исков. Все иски были удовлетворены, и часть исков на сегодняшний день уже исполнена. Им предоставлено социальное жилье. Если мы говорим о защите неопределенного круга лиц, сразу, что такое неопределенный круг лиц? Ну, это прежде всего публичные интересы. Допустим, прокурор города Карачаевска в интересах неопределенного круга лиц предъявил иски в Карачаевский городской суд к владельцам канатных дорог у нас в поселке Домбай о приостановлении деятельности до того момента, чтобы они исправили все нарушения законодательства по безопасности наших туристов. Соответственно, эти иски были удовлетворены, и ответчиками они были незамедлительно исполнены, поскольку они боялись действительно приостановления своей деятельности. Или, допустим, прокурор Малокарачаевского района предъявил пять исков к нашему автодору и Министерству строительства и ЖКХ КЧР о том, чтобы они отремонтировали участки автомобильных дорог на таких направлениях, как Кисловодск-Карачаевск, Учкикен, Торезе и так далее, где было много пробоин, и, соответственно, автодор сам не ремонтировал. Эти иски были удовлетворены, и поставлен срок, в какой срок они должны их отремонтировать. В случае, если будет не исполнено, то должностные лица будут привлечены к ответственности за неисполнение решения суда. Скажите, а как защищались в судебном порядке права местных жителей на благоприятную экологическую среду? Это тоже очень важная тема на сегодняшний день. Прежде чем ответить на этот вопрос, хотела бы пояснить, что это только в телевизионной передаче «Час суда» все судебные процессы рассматриваются за один час. На самом деле судебные процессы у нас неделями, месяцами и даже некоторыми годами, потому что прокурор, он не сведущ во всех отраслях. То есть для каких-то проверок, рассмотрения каких-то дел, прокуроры в силу закона могут привлекать специалистов. И вот наш природоохранный прокурор Карачаево-Черкесский, он для своих проверок привлекает специалистов Росприроднадзора. В частности, по одной такой проверке, на земельном участке, более 600 метров, они установили в нашем Тибердинском заповеднике, что это занято свалкой. Причем мусора было до 20 тонн. И, соответственно, Тибердинский заповедник, ныне у нас это Тибердинский национальный парк, был предъявлен иск и по требованию прокурора был рассчитан ущерб, который причинен окружающей среды. По инициативе прокурора был произведен расчет, иск был удовлетворен, свалка ликвидирована, и государству возмещен виновными лицами ущерб в размере 160 тысяч рублей. Соответственно, опять же, природоохранный прокурор обратился к ООО «Дельтастрой», который также после своей стройки не убрали в поселке Эльбруске мусор около реки Кубань. И только лишь по требованию прокурора данный участок был расчищен. То есть наши прокуроры очень часто предъявляют иски именно по защите экологической среды в нашей республике. В продолжение темы я хочу у вас спросить, какова специфика работы прокуроров в данном направлении именно в нашей республике? Специфика прокурорских исков в нашей республике связана прежде всего с особыми природными и экономическими зонами. Потому что, допустим, на территории Рубского и Зеленчукского района у нас создана особая туристская зона. Соответственно, данными землями, которые входят в эту зону, может распоряжаться только Министерство экономического развития Российской Федерации. Однако прокуратурой Зеленчукского района было установлено, что администрация Зеленчукского района распорядилась землями, которые входят в эту особую экономическую зону. Так, земельный участок в Архизе, площадью более 50 тысяч квадратных метров, они отдали некому частному лицу Баташеву. Баташев этот участок поделил и распродал мелкими участками. Когда прокуратура это установила, был подан иск в Зеленчукский суд о расторжении сделок и аренды, как недействительной, и договоров купли-продажи. И вот в настоящее время ведется длительный процесс по рассмотрению данного дела. Суд наложил по требованию прокурора обеспечительные меры на этот участок. И вот будет интересно, чем закончится этот наш процесс. Галина Александровна, в каких случаях прокурор вправе обратиться в арбитражный суд? Закон закрепляет статус прокурора, как участника арбитражного судопроизводства, у которого такие же права, как и участников других. То есть мы не имеем какие-то преимущества перед другими участниками судопроизводства. Но зато у нас больше обязанностей. Первая обязанность – это, конечно же, что мы своими исками и вступлением в процессы не должны вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов арбитражного судопроизводства. И не должны мы подменять контролирующие органы. То есть когда какие-то действия должны быть проведены самими контролирующими органами. Полномочия прокурора в арбитражном судопроизводстве предусмотрены статьей 52 Арбитражно-процессуального кодекса. То есть мы вступаем в процессы при нарушении публичных интересов. Вот, допустим, сейчас мы вступаем в банкротные дела, в дела о несостоятельности и банкротстве крупных предприятий, таких, допустим, как ВИСМА. Но мы вступаем не для того, чтобы войти в их хозяйственную деятельность, а потому что одним из крупных кредиторов их является наша налоговая инспекция. То есть недоплаченные налоги государству. И, соответственно, мы, защищая интересы государства, вступаем в эти процессы. Знаете, что хотелось у вас спросить? Вот если у нас, у наших людей, у наших граждан, организации, вот какое-то противодействие, помехи работе прокурора, и как вот они выражаются? Вы знаете, как такового противодействия нет. Но есть, мягко говоря, непонимание. Объясню на примерах. Буквально вот 31 января этого года арбитражный суд КЧР удовлетворил наш иск о расторжении соглашения между Министерством сельского хозяйства нашей республики и сельскохозяйственным кооперативом ПСАЖ. Наше министерство выделило этому кооперативу 20 миллионов рублей для развития материально-технической базы. При проверке нами установлено, что на самом деле никакой материально-технической базы и кооператива вообще нет, эти средства получены незаконно. Министерство сельского хозяйства в ходе подготовки иска не помогала нам подготовка этого иска, хотя мы пытались взыскать деньги в их пользу. В конечном итоге мы взыскали в доход государства эти 20 миллионов рублей. Но что самое интересное, Министерство сельского хозяйства, которое должно контролировать эффективное расходование бюджетных средств, оно активно противостояло нам в процессе и возражало против удовлетворения нашего иска. И вот поскольку еще решение не вступило в законную силу, мне очень интересно, будет ли наше министерство даже обжаловать данное решение, хотя мы в их пользу взыскали 20 миллионов рублей. Ну что же, я благодарю вас за полную полезную информацию и, конечно, желаю вам успехов в вашей нелегкой работе. Спасибо вам!